Цикл «Разложить произведение из молитвы». Давайте эту картинку перепишу таким вот способом. Напишем числа по праву подъема. Давайте поймем, что произошло. А ребята, вот это вот представление. Просто произведение. Твойка северка меняется на стадии. Тройка с шестеркой и в четыре. А вот это что с безстановки? Семь идет в тройку, а тройка в семерку. Шестерка идет в пятерку, а пятерка в шестерку. Четверка в четверку я даже писать не буду. Поймем, что В в квадрате это тождественная безстановка. И А в квадрате это тоже тождественная безстановка. Почему? Потому что единица северка переставить, а второй раз северка будет ставить. То же самое. Каждая пара переставилась. Теперь давайте посмотрим, а что будет, если мы сделаем альфа-бэк. 7, 3, 6, 5, 1, 2, 1, 8, 2, 7, 3, 6, 1, 4, 5. Ну скажем, берем единую птицу. Здесь ее нет, здесь она перешла в восемь. И все. Берем двойку. Она перешла в семерку, а семерка в тройку. Да, вот так. Итак, почему у меня это получилось? Оказывается, причина чисто геометрическая. Если я нарисую правильный восьмиугольник, напишу числа. Смотрите, вот так, как там написано. Единица, дальше, восемь, два, три. Эта картинка очень хорошо объясняется. То перестановка, это будет поворот против часовой стрелки. Вот это вот наша перестановка цикла на восьми и миллионах. Это искомая перестановка цикла. А теперь смотрите. Что такое перестановка бета? Единица меняется с восьмеркой. Два с семеркой. Двойка с семеркой. Ребята, это же просто осевая симметрия. Вот это операция бета. Симметрия относительно прямой. Если вы выполняете симметрию относительно прямой два раза, понятно, что все точки возвращаются. Хорошо. А что такое перестановка альфа? Семь меняется с тройкой. Шесть с пятеркой. Что это такое вообще? Что такое перестановка альфа? Это симметрия относительно вот этой прямой. Единица меняется листами с двойкой. Тройка с семеркой, а пятерка с четеркой. Господа, поварнуть вокруг точки это композиция двух оси восьмеркой. Вообще, это в геометрии очень-то важный простой факт. Если у вас есть абсолютно любые две прямые, и между ними какой-то угол альфа, то когда вы берете произвольную точку и делаете оси восьмеркой, а потом вы делаете туда оси восьмеркой, то возникают вот здесь вот равные угли, и возникают здесь равные угли. Соответственно, вот этот вот угол, это вдвоенный угол между прямыми. Значит, если у нас есть две прямые, расположенные под методом углом альфа, то композиция оси восьмеркой это поворот на угол 2. Таким образом, если у меня задача не из одного цикла, а вот из этих трех, то ситуация же абсолютно понятная. Давайте я, чтобы вы не сомневались, что здесь. Напишу, например, это по перестановку В. Цикл 1 в 7. Дальше. Чтобы получить перестановку В, нужно написать 2, 5, под пятеркой 8, под восьмеркой 4, под четверкой 2. Между ней написать 4, 8, 5, 2. А что делать для перестановки альфа? 4 в 5, 5 в 4. И что делать? А все. 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 Теперь надо разобраться с циклом 3, 6, 9. На самом деле то же самое. 3, 6, 9. Это нужно написать 3 в 6, 6 в 9, 9 в 3. Между ними надо написать в обратном порядке. И теперь все просто. Бета переводит тройку в девятку, девятку в тройку, 6 оставляет на месте, а альфа меняет местами девятку и шестерку. Разумеется, это не единственный способ, но способ. И смотрите, что я сделал. Я представил вот эту вот хитрую перестановку, которая состояла из трех, в виде произведения двух инволюций, просто-напросто расписав каждый из циклов в виде произведения инволюций, действующих на множестве элементов этого самого цикла. И способ, мне кажется, понятный. Написать в обратном порядке элементы, написать в обратном порядке элементы, и все получится. Таким образом, ребята, мы получили, что вот эта задача перестановка на самом деле является задачей по геометру. Когда нам нужно повернуть что-то вокруг точки, можно обойтись двумя осевыми симметриями.